Конечно, хочется верить в то, что он искренне заинтересован в том, чтобы аэропорт заработал, и все вот эти благие намерения, они являются основанием. Но если взять ретроспективу работы этой команды, это же не первое пришествие. Можем вспомнить и железнодорожный кредит, и вот сейчас инициатива по майнингу, и так далее. Все эти инициативы оборачивались против абхазского народа. Поэтому, исходя из этой ретроспективы, мы можем делать выводы о том, что есть желание, намерение просто хапнуть и закрыть эту тему, как это уже неоднократно было. Вообще, меня поражает наглость, с которой действующая команда продвигает те или иные инициативы. Вы знаете, когда у вас кто-то украдет машину, угонит машину два раза, и приходит с невинным лицом, третий раз говорит, дай покататься. Вот на это похоже. И у них постоянно какие-то инициативы, которые спасут семь бед, один ответ. Знаете, сейчас тренд новый, инфо-цыгане так появились в интернет-пространстве, которые обещают все болезни или богатство с помощью одного курса. Вот это на это похоже. На самом деле, это временщики. И это время показало, потому что, если взять все инициативы, они все краткосрочные. Вы обратите внимание, нет ни одной реформы, нет даже попытки создать какой-то план, программу действий с горизонтом планирования 20-30 лет. Это их вообще не интересует. Исполнительная власть сконцентрирована сугубо на проектах, которые имеют горизонт 2-3 года. Как это с апартаментами сейчас, новое чудо. Поэтому, исходя из всех этих факторов, и вообще личность бжания, я не склонен обсуждать личность, но этот человек, который пойман на откровенные лжи неоднократно абхазским обществом. Ни одно предвыборное обещание, данное им, оно не исполнено. Чего стоит цинизм, с которым он открещивался от обещания сократить количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в два раза. Приводились какие-то нелепые данные о том, что количество автомобилей увеличилось и так далее. Это на самом деле высшие категории цинизм. Если бы он вышел, сказал бы, да, мы пытались, пытаемся и будем бороться, но у нас пока это не получается. Это имело бы совершенно другой окрас. Но ведь это наглая ложь. То же самое с возным НДС. Борьбы с криминалом, например. Он говорил о том, что криминала не будет. В итоге что мы видим? Абхазия, как будто нам не хватало здесь своего криминала, Абхазия превращается в арену битвы международного криминала. Вот совершенно недавно произошло очередное убийство иностранных граждан. Каким-то образом пробрались в Абхазию, спланировали убийство, достали оружие и осуществили свои злые намерения общим опасным способом. А куда смотрело? Это второй случай. А куда смотрело СГБ, руководство СГБ? Ну они заняты тем, что они следят за оппозицией. Они никак не могут определиться. Вот именно я говорю сейчас про руководство СГБ, которое никак не может определиться. Они должны защищать государственную безопасность или они защищать должны личное обжание. Но сейчас то, что происходит, это все-таки они выбрали защиту личного обжания и его интереса. Ну вот мы видим результаты. То есть ничего из того, что было обещано на выборах, до выборов, ничего этого не исполнилось. Человек, который систематически обманывает. Какое может быть к его инициативам и к его каким-то идеям доверие? Я лично уже не склонен этому доверять.